Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Михаил Федорович Коваленко, заведующий кабинетом мануальной рефлексотерапии поликлиники филиала номер 3 Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Михаил Федорович! Здравствуйте, Мария! Очень рады снова видеть вас в нашей студии. Продолжаем говорить о мануальной рефлексотерапии. Хотелось бы сегодня, конечно, больше посвятить тему рефлексотерапии и правда ли то, что основоположники рефлексотерапии, древние китайцы, уверяли, что основными причинами болезни являются отрицательные эмоции. Самое интересное то, что эти исследования, которые проводили древние китайцы, они находили подтверждение в исследованиях, которые проводили в Европе. И вот в этом году исполняется 200 лет, когда в Соединенных Штатах возникла концепция о психосоматических заболеваниях. И ученые обратили внимание на то, что существует прямая связь между эмоциями и заболеваниями различных внутренних органов, позвоночника, суставов, головного мозга и сердца. Я думаю, что каким-то образом в 1818 году американским ученым достались материалы исследований древних еще китайцев, поскольку именно китайцы провели исследования и путем многочисленных экспериментов доказали, что, например, эмоция гнева соответствует проблемам печени, эмоция страха соответствует проблемам почек, печаль и тоска соответствуют проблемам с легкими. И радость как, скажем, положительная эмоция, но в то же время и стресс со знаком плюс соответствует сердцу эндокринной системе. И поэтому они это изложили в своих трактатах, книгах и пользовались. Каким образом? Если мы говорим о том, что человек заболел, возникает вопрос, а что же у него произошло внутри? И поэтому мы пытаемся заглянуть внутрь, да, и более успешно это можно сделать, изучая микросистемы, которые позволяют диагностировать изменения внутри организма. Например, микросистема радужной оболочки глаза и проведение ридодиагностики позволит посмотреть с помощью исследований радужной оболочки, в каком состоянии находятся различные внутренние органы, позвоночник, суставы. Да, и это очень хороший вариант. Но также можно исследовать и по ушной раковине и определить, что если есть болезненные точки в зонах позвоночника, суставов или определенных внутренних органов, то в них находится либо активный воспалительный процесс, либо хронический воспалительный процесс, либо очаги воспаления. Ну, то есть получается, что нам сам организм подскажет, где у него какие проблемы есть. Совершенно верно. Но это как бы закодированная информация, вот как вот известная книга «Код да Винчи», да, так вот есть код древних китайцев, да, которые закодировали эту информацию. Но если изучить диагностику по ушной раковине, она называется аурикулодиагностика, то ухо может многое рассказать и объяснить, почему у человека болит определенный отдел позвоночника или определенный позвонок, или почему образовалась грыжа межпозвонкового диска. Вот такие блестящие возможности. Но также микросистемы такие же существуют на руках, кисти рук дают глубочайшую информацию, и там находится большое количество представительных, репрезентативных точек. Мы можем их исследовать с помощью метода электропунктурной диагностики, которую мы применяем вот в нашем кабинете. Но даже визуальный осмотр рук позволяет предположить склонность к тем или другим болезням. Мне кажется, что отрицательными эмоциями сегодня пронизано общество на очень высокий процент. Очень много сейчас стрессов вокруг разных неприятных ситуаций, которые попадают люди, причем люди все стремятся жить в больших городах, соответственно, это все копится, копится. И это тоже приводит к болезням. Вообще, почему возникают болезни у человека? И почему позвоночникам такие проблемы? Вы знаете, Мария, не только нас с вами, участников этой замечательной передачи, волнует, почему болеют люди, в чем причина. Но, в общем-то, столетия, многие ученые пытались ответить на этот вопрос, но, к сожалению, в полном объеме объяснить не смогли. Вот в тех случаях, когда речь идет об инфекционных болезнях, там довольно-таки просто и понятно, что определенный возбудитель... Есть вирус, бактерия. Совершенно верно. Вы хорошо информированы в этом плане. Да, там можно объяснить тем, что организм ослабел, и при внедрении соответствующего возбудителя возникло заболевание. Ну, а вот на вопрос о том, почему люди в целом заболевают, а другие не болеют, попытались объяснить таким образом, что накопление отрицательных эмоций приводит к болезням. То есть, если представить такой виртуальный, ну, в объеме человеческого тела сосуд, то при накоплении отрицательных эмоций, как бы вот жидкость накапливается, и перешла черту 60% от этой емкости, да, то возникают болезни легкой степени. И они легко лечатся, и деятельность человека успешная, без всяких проблем. Вот. В том случае, если количество отрицательных эмоций стало больше, чем 70%, это в виртуальной емкости, в которой накапливаются отрицательные эмоции, тогда возникают заболевания средней тяжести. Их уже нужно лечить с помощью специалистов. Нужны лекарства, нужны какие-то техники, методы. Ну, а если количество отрицательных эмоций перевалило за 80%, вот на такой виртуальной модели, это примерно область перехода рудной клетки в шею, да. То есть, вот если на этом уровне находится большое количество накопленных отрицательных эмоций, это уже приведет к средне-тяжелым и неприятным болезням. И у таких людей рушатся планы по жизни, планы по работе, по семейной жизни. У них возникают проблемы, им трудно достигнуть цели. Почему вот этот уровень высокий отрицательных эмоций не дает им быть успешными? Они вынуждены тратить больше сил для достижения той же цели, которая у человека с маленьким количеством накопленных отрицательных эмоций будет легко достигаться. Ну, а если 90% и больше, то это крайне тяжелые болезни, это онкология, и это как бы уже трудно лечить. И довольно-таки часто мы говорим о том, что лечить надо, но, скажем, шансов на успех крайне мало там в таком состоянии. Все-таки нужно стараться искать позитив во всем. Безусловно. Если удается остановить процесс накопления отрицательных эмоций и найти способ снижения накопленных переживаний, то в таком случае болезни излечиваются и они отступают. Ну, а если это делать в виде определенных процедур оздоравливающего плана, ну, такие как мануальная терапия, различные виды массажа, баночный массаж, сегментарный массаж, точечный массаж, если использовать иглотерапию, если использовать инъекции ампульной немецкой гомеопатии по выявленным проблемным точкам на, скажем, зоне позвоночника или там, где находятся грыжи, конечно, уровень отрицательных эмоций будет снижаться. И вот этой темой занимается такая наука, как гомотоксикология или гомеопатическая токсикология. То есть основы этой науки связаны с тем, что при накоплении отрицательных эмоций человек сам, волнуясь или обижаясь на кого-то, накапливает эти отрицательные эмоции и токсины в крови. В результате токсические вещества, то есть это то, что образуется в крови, в ответ на переживания, на обиды, на различные печали, проявления тоски и уныния, то в ответ эти токсические вещества выделились в кровь и они будут вызывать воспалительные изменения уже во внутренних органах. И возникают очаги воспаления в печени, поджелудочной железе, в желчном пузыре, желудке, кишечнике. И тогда начинает развиваться уже болезнь. Но вот те американцы, которые в 1818 году занимались этой проблемой, они выделили 7 заболеваний, которые являются психосоматическими. То есть являются проявлением того, что человек впал в определенное эмоциональное состояние, оно у него повторяется часто. Ну, например, гнев. Гнев говорит о проблемах печени. Но если человек будет несколько раз в день гневаться, это будет продолжаться неделю, две, три, то это, безусловно, приведет к тому, что пострадает энергетика печени. И в печени возникнут очаги воспаления. Вначале их можно будет определить с помощью диагностики в виде электропунктурной диагностики по точкам пальцев, рук и ног. Это диагностика по ушной раковине, по ее точкам, с помощью специального зонда. Но где-то через год, через два изменения появятся уже на грубом материальном уровне. И их будет видно на ультразвуковой диагностике, на УЗИ. Поэтому мы всегда совмещаем методы электропунктурной диагностики, методы энергетической диагностики с параллельным исследованием по УЗИ диагностики. И сопоставив эти результаты, можно получить уникальные вещи. В свое время, когда я еще учился в военной медицинской академии, мой учитель, профессор Тимофеев, поручил мне провести исследование в клинике. В свободное от учебы время исследовать точки на подошве стоп-нох. Но он мне показал схему, где вот есть различные органы на стопе. И показал, где находится зона, кожная зона, соответствующая поджелудочной железе. И вот я вечером обходил пациентов и проверял у них эту точку. Болит, не болит. И как болит. И записывал эти данные. А потом мы сопоставили это с данными ультразвуковой диагностики. Каково было удивление, когда в 98% мы обнаружили полное соответствие. Но получается, что если проводить диагностику по точкам стоп-нох, или по точкам кистей рук, или по точкам ушной раковины, можно получить информацию о том, в каком состоянии находится любой внутренний орган. Но, скажем, подтвердить это, документировать можно, назначив потом ультразвуковое исследование. Таким образом, мы совмещаем диагностику восточную с диагностикой западной. И это помогает людям. Михаил Федорович, почему, например, если беспокоят боли в грудном отделе позвоночника, то у такого человека почти всегда больная печень и желчный пузырь? Дело в том, что этот секрет был известен еще у древних китайцев, и у них были найдены в монастырях такие золотые таблички с указанием энергетических меридианов, объединяющие точки, которые характеризовали состояние определенного органа. И они знали, что точки позвоночника, они имеют прямые связи, энергетические связи по нервным путям, связи по сосудистым путям, и были доказаны воздействия одного на другое. То есть, например, печень и желчный пузырь, они имеют свои представительства в виде определенных акупунктурных точек в шейном и в грудном отделе позвоночника. В грудном отделе приоритет с правой стороны принадлежит печени, с левой стороны поджелудочной железе. Но если исследовать грудной отдел, то при наличии болевых точек или при наличии грыж межпозвонковых дисков, можно с высокой точностью определить, что да, действительно, у данного человека есть проблемы в печени и в желчном пузыре. Если мы будем параллельно лечить заболевания позвоночника, либо в виде остеохондроза, либо в виде межпозвонковых грыж, и будем лечить внутренние причины, то есть проблемы воспалительного характера в печени и в желчном пузыре, то успех будет намного выше. Самое интересное, что вот некоторым пациентам, которым нельзя в силу наличия язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, принимать препараты из группы НПВС, то есть нестероидных противовоспалительных средств, если людям, имеющим страдания в рудном отделе позвоночника и в точках, которые связывают позвоночник с печенью и желчным пузырем, если им дать препарат, снимающий воспаление в печени и в желчном пузыре, то этот препарат поможет избавиться от боли в позвоночнике, хотя он как бы по своему назначению относится к печеночным препаратам, но он будет лечить позвоночник. А почему? Потому что не нужно лечить на дереве каждый листик, нужно лечить корни дерева, тогда все листья приобретут силу и блеск, и красивый цвет, так же с человеком происходит. Корни – это внутренние органы, а то, что мы наблюдаем на поверхности кожи, там, скажем, волосы, или изменения, связанные с глазами, с языком, с слухом. Это уже такие взаимодействия, которые позволяют нам говорить о том, что в организме все связано. И в Китае давно пользуются такими системами, когда говорят о том, что причина, например, головной боли может быть воспалительный процесс в печени. Назначаются препараты по лечению печени, головные боли у пациентки полностью исчезают. То есть это печеночная энцефалопатия. В некоторых аннотациях немецких препаратов, которые лечат печень, там конкретно указано, как одно из важных показателей к применению этих печеночных препаратов, это лечение печени для того, чтобы избавить человека от головных болей, обусловленных интоксикаций, идущей из печени. Таким образом, наука помогает объяснить те теории, те выводы, которые пришли к нам из Китая, из Древнего Китая. Поддерживались вот такие, скажем, взаимоотношения между врачами нашей страны и китайскими врачами. Но также и взаимодействие с врачами Германии, которые на основе китайской медицины разработали и преуспели в электропунктурной диагностике. Поэтому мы, как бы, находясь посредине между Западом и Востоком, мы используем лучшее, то, что предлагает восточная медицина, китайская медицина, и то, что предлагает западная медицина, ну, скажем, как вариант западной медицины, немецкая медицина. Таким образом, результаты лечения становятся лучше, и мы можем помочь большему количеству пациентов. Михаил Федорович, в плохой осанке у детей виноваты лишь только стулья и парты, которые теперь у нас стали неправильными? Вы знаете, это интересный вопрос, и большинство родителей, особенно мам, они убеждены, что нужно заменить там парту или стол, за которым ребенок сидит, занимается, заменить там стул, там поставить, может быть, какое-то современное кресло и... Ну, парта с уклоном, стул ортопедический, огромное количество разных подушек, которые ставятся сверху на стул, садится ребенок, чтобы у него была ровная спина, и снимались нагрузки. Вот все это вообще имеет место быть, или это никак напрямую не связано? Вы знаете, это вот как есть провоцирующие факторы в медицине по какому-либо заболеванию, и вызывающие это заболевание факторы, да. Так вот, например, раньше считали, что искривление позвоночника и воспаление его, обострение остеохондроза – это удел людей физического труда. Ну, и везде по статистике те, кто работали на стройке, и там поднимали тяжести, там мешали раствор. Они сразу попадали в эту группу риска. В эту, совершенно верно, группу риска. Но всем было просто и понятно, что вот у человека тяжелый труд, и вот результат, износ там и развитие болезни. Но сейчас мы столкнулись с тем, что в связи с развитием компьютерных новых технологий, или, как сейчас говорят, нанотехнологий, чаще всего боли в позвоночнике возникают у менеджеров, представителей различных компаний, которые свой рабочий день проводят за компьютером. Да, они не поднимают тяжести, они не носят камни, там не мешают цемент, и даже кирпичи не укладывают там в стене, где-то ничего не строят. Да, в чем же причина? А причина в том, что отрицательные эмоции, они заняли ведущее место, и напряженный труд, и то, что, находясь за монитором, человек не контролирует свою осанку и находится в напряжении. И вот стресс, напряжение и дефицит времени, который у работников офисов, как правило, присутствует, это приводит к тому, что люди начинают болеть, и они уже нуждаются в такой более тщательной помощи, комплексному лечению. Тут уже одной гимнастикой помочь трудно. Но вот примерно мы попытались проанализировать, оказывается, что шейный отдел позвоночника страдает в том случае, когда человек накапливает недовольство, когда он работает под прессингом и боится не выполнить задачу, поставленную руководством компании. Это элементы перенапряжения психоэмоционального. Страх сорваться. То есть менеджеры боятся, что нервы не выдержат, они каким-либо посетителям, клиентам могут наговорить больше, чем им хотелось бы, и потом они об этом будут жалеть. Это свойственно как раз для поражения шейного дела позвоночника. Упрямство, желание гнуть свою линию – это тоже способствует тому, что поражаются межпозвонковые диски именно в шейном отделе позвоночника. Для грудного отдела больше свойственна скрытая агрессия. То есть человек вынужден в силу хорошего воспитания вести себя сдержанно и прилично. Но если вот долго носить в себе какие-то мысли сверхтребовательности к себе и к сотрудникам, то это может в конце концов привести к проблемам в грудном отделе. А поясничный крестцовый отдел чаще всего поражается в том случае, если накапливаются эмоции, нежелание подстраивается под кого-либо. Потом реакция человека на финансовые и экономические трудности – это больше уже задействован крестец, безусловно. страх, часто повторяемый страх, тоже способствует поражению именно поясничного дела. Ну и фрустрация, имеется в виду, это реакция организма, когда его обвиняют. Ну, например, вы руководитель компании, вы подходите к менеджеру, который занимается там работой за столом, и вы говорите, Тарыш Петров, вы отвратительно работаете, вот у вас здесь не так, здесь плохо, будем ставить вопрос о вашем увольнении. То есть, произошла фрустрация. У него вы применили метод эго-блокирования. Да, но если этот сотрудник обучен методом некоторого психологического реагирования, он может применить метод супер-эго-блокирования. Он тогда скажет, уважаемая госпожа директор, вы в этом сами виноваты, моей вины здесь нет, вы довели меня до этого. И тогда у вас будет уже фрустрация. Контраргумент. Да, совершенно верно, причем в таком вот боевом виде, в боевом варианте, да. Ну, ученых волновали давно такие связи, как органы внутренние и отрицательные эмоции. Вот, в частности, известный профессор Астфат Сатуров, он в одной из своих книг еще в 1935 году указывал, что наличие воспаления во внутренних органах приводит к эмоциональным нарушениям. То есть, воспаляются почки, то у человека будет присутствовать страх. Имеется в виду, он будет присутствовать длительно. То есть, не один день, а неделю, две, три. И будет поддерживать это заболевание. Но, с другой стороны, если человека подвергнуть воздействию страхом, то надо полагать, что в определенный период времени у него заболят почки. То есть, есть прямая связь, есть еще и обратная связь. Об этом знал академик Павлов, и поэтому он предложил, он же был великим физиологом, и долгое время он был единственным лауреатом Нобелевской премии в области медицины, в данном случае в области физиологии. И он создавал такие модели для собак. Ну, скажем, ей не давали спать, не давали есть, зажигали свет, давали звуковые сигналы. Собака в клетке не знала, что делать. И буквально в течение двух-трех дней у нее развивалась язва желудка, двенадцатиперстной кишки. Вот если человека подвергнуть такому стрессовому воздействию, то у него, видимо, эта модель тоже начнет реализовываться. Михаил Федорович, ну, что бы Вы пожелали нашим телезрителям, как избавиться от отрицательных эмоций и продлить свою жизнь, сделать ее максимально здоровой, максимально активной, не выпадать из социума? Я думаю, что было бы полезно, скажем, заниматься дома лечебной гимнастикой, но вот мы предпочитаем упражнения, которые рекомендованы системой упражнений йоги. И если эти упражнения делать в том варианте, как мы предложили комплекс, вот в книге она называется йога при болях в позвоночнике и суставах, да, если делать вот этот комплекс упражнений, то стрессы значительно снижаются. Кроме этого… Йога – раз. Йога – это раз, да. Второй момент – это применение таких препаратов, которые снимают стресс и уменьшают уровень отрицательных эмоций. То есть, если подобрать человеку гомеопатический препарат, соответствующий проблемному органу, то этот препарат будет уменьшать стресс, будет снимать психоэмоциональную нагрузку. Поэтому вот гомеопатические препараты – это два. В день надо проходить как минимум пять километров. В спортивном таком варианте, спортивной… В общем, один кружок по лазутинке – это три. Да, это будет очень хорошо. Да, ну и, конечно, если есть возможность, нужно тренировать нервную систему с помощью чередования расслабления и напряжения. То есть, например, по немецкой системе аутогенной тренировки, которую предложил и сформулировал Шульц, можно с помощью аутогенного расслабления и погружения снимать напряжение с мышц и снимать соответствующие стрессы. Подтверждением сказанного явились работы специалистов по физиогномике. Вот у нас наиболее интересные работы были выполнены профессором Сикорским. Это еще царский период времени. Он написал замечательную книгу на эту тему. Да, и, скажем, из последних работ, интересные работы в плане основных видов эмоций и как их можно использовать для снятия стрессов – это работы Экмана из Соединенных Штатов Америки. Да, они выделили шесть основных эмоций. Очень похоже на основные эмоции, которые выделили древние китайцы. Да, можно провести некоторые корреляции. Да, и вот если, например, вы хотите снять стресс, то используйте выражение лица человека счастливого, радостного, веселого. Улыбайтесь. Тогда по системе обратной связи вы через те мышцы, которые соответствуют эмоции радости, цвет – это красный, да, вы передадите информацию в головной мозг, в крово головного мозга, и там произойдут изменения, которые мы хотели бы получить в виде снятия стрессов, снятия переживаний. Ну вот, пожалуй, такие рекомендации стоило бы использовать. Ну а если нужна профессиональная помощь, то, конечно, хорошо снимает стрессы сочетание мануальной терапии с иглотерапией. Это очень хорошее сочетание. Ну а в более трудных случаях применение инъекций препаратов в рамках фармакопунктуры и применение препаратов внутрь, способствующих снятию напряжения. Самые простые – это настойки пустырника, настойки боярышника, настойки пиона. Да, но есть гомеопатические препараты, которые позволяют уже в виде таблеток или крупинок снимать психоэмоциональное напряжение и выходить из зоны стресса и стремиться жить счастливой и радостной жизнью. Спасибо, Михаил Федорович. В наших следующих выпусках продолжим говорить о мануальной терапии и ее возможностях. Спасибо. Это подобно Безграничному океану и представляет большой интерес для многих жителей Одинцова и нашего Одинцовского района. Ну, тем более нам повезло, у нас есть и вы. Ну, без вас это не могло бы состояться, поэтому организация таких передач и практика позволяет говорить о том, что это то, что нужно людям, особенно тем, кто стремились бы к совершенству и стремились бы стать лучше, здоровее, сильнее. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин